Делегация представителей органов местного самоуправления молодежной палаты Минска прибыла в Пермь познакомиться с опытом нашего города в различных сферах жизнедеятельности. На встрече с руководителями администрации и депутатами городской думы обсуждался широкий круг вопросов. От схемы управления территорией до знаковых проектов. Например, минским коллегам рассказали о депутатских уроках. Каждый депутат либо в своем округе, либо по усмотрению в школах, в вузовских аудиториях, собственно говоря, рассказывают, что из себя представляет представительный орган. Ну, чего греха таить, не все жители знают, за что отвечает власть представительная, за что отвечает власть исполнительная. И, конечно, это наша основная задача. Ну и плюс ко всему вспомнить тоже историю. С некоторыми пермскими проектами белорусские соседи знакомы заочно. Напомним, соглашение о сотрудничестве между Пермской городской думой и Минским городским советом депутатов было подписано в октябре прошлого года. За это недолгое время городские молодежные парламенты уже успели придумать совместный проект, который будет реализован одновременно и в Минске, и в Перме. Это в планах на ближайшее будущее. А в настоящем, поделился представитель комиссии Минского городского совета депутатов, он увезет из Перми огромный багаж знаний. Изучение взаимного опыта, общение с коллегами очень полезно. Помимо руководителя вашей Пермской городской думы удалось пообщаться с коллегами, которые возглавляют комитеты по экономическому развитию, по бюджету, потому что я возглавляю комиссию по экономическому развитию и бюджету в Минском городском совете. Мне были интересны те подходы, которые применяются у вас при распределении бюджета. Были интересны те вопросы, которые связаны с украшением вашего города. В ходе культурной программы гости посетили знаковые места города – Пермскую художественную галерею, набережную, соборную площадь и кафедральный собор, ремонт которого краевые власти ведут совместно с епархией. Реконструкция кафедрального собора – это очень важное и знаковое событие не только для Перми и Прикамья, но и для всей русской православной церкви. Сейчас фактически в самом разгаре идет реконструкция. За счет всех источников финансирования, в том числе правительства Пермского края, при поддержке депутатского корпуса и законодательного собрания Пермской городской думы, и, конечно, администрации города Перми. У каждого своя задача, у каждого свой этап. Ремонт кафедрального собора планируют завершить в начале следующего года. Так что у минской делегации будет еще один повод приехать в Перм, чтобы взглянуть на обновленный памятник архитектуры.